Сегодня распакуем лампу, которую я приобрела на рынке Садовод за 3200. Вот так мне её упаковали, сюда отдельно штатив и самую лампу. Распаковываю. У нас тут вот такая вот сумка, сама лампа находится в сумке. Очень всё целинно. Там больше ничего нет. Теперь у нас штатив отдельно. Вот такая у нас лампа здесь в пакетике. Достаточно большая по размеру. Вот такой цвет. Регулируется настройка яркости. Можно зарядить телефон под неё. И световая температура тоже регулируется. Сейчас покажу. Включу её к штативу. У нас кармашки ещё есть. В кармашке у нас, собственно, сам провод, который подключается к лампу. Пульт управления. Крепление для телефона. Вот, получается, должно быть три штуки. Посмотрим. Вот третья палочка. Батарейки. Пульта управления. А, да, вот. Вот она у нас. Третья штука для подключения телефона. Они, конечно, крепкие такие. Пластиковые. Не особо прям качественные, но... Более-менее, надеюсь, пожарила. Всё, у нас больше ничего нет в кармашке в этом. Так. Посмотрим. Теперь на штатив. Штатив, к сожалению, не помещается в эту сумку. Успакуем штатив. Так. Вытащили штатив. Наконец-то. Смотрим, какой штатив. У нас пакетики. Пакетики упакованы. Такие у нас ложки тут. Так. Смотрим, что теперь. Он, за идеей, у нас два метра должен быть. Как мне сказали. Так. У нас. Открывается. Ставится. Сейчас. Регулируется, в принципе. Можно как угодно. Его можно чуть пошире поставить. Так. Можно, я так понимаю, поуже. Вот так, чтобы он был повыше. Так. И вот здесь вот уже зафиксировать. Такой есть. Болтик. Который крутим. И вот фиксируются ножки наши. Вот я сделал поуже. Он, в общем-то, стоит плотно. Если чуть-чуть пониже хотим, раскручиваем. И вот он ползет, ползет, ползет вниз. Более широко стоит. Более устойчиво стоял. Вот так вот сделаем поменьше, чтобы было видно лампу. Здесь у нас тоже такой же болтик, который откручивается. И вот он вытягивается наверх. И еще даже один болтик. Вот он до конца сейчас у нас. И еще один болтик у нас. Не знаю, что он фиксирует. Я так понимаю, вот эту штуку верхнюю фиксирует. То есть у нас вот получается там выдвигается и сверху выдвигается. Сейчас будем накручивать лампу. Прикручиваем лампу. Штатив пробуем. Скажем так. Такая штучка мы откручиваем. И цепляем нашу лампу. И цепляем нашу лампу. Так. Как-то так. Откручиваем. И закручиваем. Так. Что-то упало. Сыпется уже, сыпется что-то. Лаечка отпала. Слишком, видимо, сильно раскрутила. Так. Снова ее закрутим. Такое ощущение у меня складывается, что этот штатив не совсем подходит к этой лампе. Как будто он реально отдельно. Потому что вот здесь получается она узкая достаточно. А отверстие тут широкое внутри. Но за счет вот этой вот гаечки можно его закрутить так, чтобы он стоял ровно, не падал. Но тем не менее. Штатив, на мой взгляд, некачественный, тонкий. Закручиваем вот так. И вот смотрите даже вот почему мне сразу показалось, что этот штатив не совсем подходит к этой лампе. Сзади вот эта ручечка, которая должна закручиваться. Видите? Она касается саму лампу и невозможно ее никак прокрутить. Вот. Это надо снимать саму лампу и уже закручивать. Правда, я так и не поняла, что она фиксирует. Но тем не менее, ее невозможно закрутить. Только вот эту вот. Ну и, соответственно, нижнюю. Вот такая у нас лампа. К сожалению, она полностью не влезает в кадр. Можно сделать такую высоту. Можно опять же вот эту вот штуку, сейчас не эту, вот эту вот штуку открутить и приподнять. Вот она вот такая вот длинная. То есть сейчас покажу. То есть на полную длину, если на полную высоту. Ну вот. Сейчас покажу, какой она длины. Вот смотрите. Вот она такой длины. Достаточно высокая. Статив неустойчивый. Вот он шатается. Но, в принципе, если потуже здесь закрутить, то более-менее лампа стоит. То есть вот она, какой высоте. Все падает. Вот. Она получается чуть выше меня даже. Такой вот высоты. У меня рост 167. Здесь откручиваем. И вот так вот можно наклонить ее на тот же стол, например. И закрутить. Жалко, чтобы это было техни справа. Ну, как-то под правую руку удобнее. Но, к сожалению, он не справа. И здесь опять же такая штучка, которая еще и вылетает. Вот. Поэтому ее надо придерживать. Вот так вот. И закручивать. Одной рукой закрутить не получится. Сейчас покажу, какая штучка. Вот. Смотрите. Вот такая штучка тут, которая сюда вот вылетает и она прокручивается. Поэтому, когда я вот так кручу одной рукой, она просто прокручивается и все. И опять же вот она. Видите, с левой стороны. Шнур достаточно длинный. Так, вот так вот подключается. Вот так у нас есть клапа. вот так у нас меняется здесь вот она вообще выключилась так вот можно менять яркость такая яркость ярче ярче вот самая яркая вот это получается самое яркое катусклее и меняется цвет белый свет от белого то более желтого более теплого цвета такой у нас пульт батарейки так смотрим как работает с пультом пока тут никак не работает а вот так он off пробуем выключить так вот встретила щелчка она выключилась попробуем включить включилась с первого яркость яркость не реагирует вниз ну-ка вверх если бог никак не реагирует это что у нас тоже никак не реагирует так это что у нас за кнопка непонятно тоже не реагирует здесь у нас а вот смотрите ct минус где написано меняется свет на более теплый более желтый и ct плюс на более белый соответственно вот если долго нажимать нажимает несколько раз тыкать вот он изменился на более холодный свет последняя кнопка не за видно ли на камере вот сейчас холодный прям свет вот сейчас теплый менее холодный прям яркий холодный то есть три цвета получается тут можно три телефона сразу подключить я подключу пока только один посмотрим как будет это вот штука она откручивается вот так вставляется шарик снова закручивается вот так выставляем свой телефон и можно будет что-то снимать вот вот у вас соответственно на свете на стол достаточно устойчивая к сожалению показать как телефон держит на телефон я снимаю сейчас ну я думаю так смотрите вот это вот минимальная ширина для телефона это пять с половиной сантиметра вот здесь максимальная ширина 9 сантиметров всем спасибо надеюсь было интересно всем пока